Порядка 80% людей по разным данным испытывают нехватку витамина D. Опасно ли это для организма и где искать витамин солнца в холодное время года, расскажет кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории Диана Лабердина. Диана Ураловна, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Осенняя хондра, все мы слышали такой термин. Случайно ли не выдуманный он теми людьми, которые после лета впадают в какое-то уныние? Действительно, осеннее время – это время, когда мы меньше получаем солнечных лучей, меньше инсоляции и много факторов, можно отметить тех, которые ухудшают наше состояние здоровья, нашу энергию, наше настроение. Во-первых, конечно, хотелось бы начать с витамина D. Витамин D очень важен для функционирования организма, он вообще является ключевым фактором здоровья, фундаментом здоровья, по сути. И поэтому к витамину D нужно относиться очень внимательно. К сожалению, эту проблему до сих пор не до конца понимают врачи и пациенты. Поэтому важно его, конечно, применять. То есть это фундамент. Значит, мы не настолько здоровы, как жители Африки? Можно сказать так. Серьезно? Дело в том, что наша страна в основном находится в северных широтах. И вот мы, проживая в Уфе, в Башхатистане, проживаем на уровне 54-й параллели. А всё, что находится выше 35-й широты, всё население выше 35-й широты, оно испытывает недостаток витамина D. Я просто немножко не понимаю. А вот мы родились в этих широтах. Наш организм должен был давно уже адаптироваться к здешнему климату. Почему всё равно мы испытываем эту самую нехватку в холодное время года? К сожалению, исследования показывают, что мы испытываем нехватку не только в холодное время года, и даже летом, несмотря на биле солнечных дней. Я думала, мы же пасаемся, наоборот. Нет, что ли? Даже так. Исследования действительно об этом свидетельствуют. И секрет здесь в том, что солнечные лучи, которые падают в нашем регионе под острым углом, они имеют другой длины волны. А та, которая необходима для выработки витамина D в коже из холестерина, кстати, вот тоже очень важный момент. Все демонизируют холестерин, а витамин D синтезируется в коже из холестерина. Поэтому мы должны учитывать то, что солнечные лучи у нас падают под таким определенным углом падения. И это как раз является препятствием для того, чтобы мы весь год были в нормальном статусе витамина D. Для начала, пожалуйста, объясните, как понять, что у нас действительно нехватка витамина D. Настроение, я уже поняла, падает, да? Настроение падает, усталость, сонливость, вялость. И вообще, честно говоря, симптомов будет очень много, может быть, неспецифических симптомов. И на фоне дефицита витамина D ускоряются разнообразные актуальные на сегодня заболевания. Такие как сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания, онкологические заболевания. Не говоря уже о костно-суставной системе, о мышечной системе, которые в первую очередь страдают от нехватки витамина D. И вообще, иммунная система, конечно же, иммунная система, она непременно зависит от должного уровня витамина D в нашем организме. Перечислять можно бесконечно все мишени этого витамина-гормона. Вот что, кстати, очень важно. Почему эндокринологи активно стараются выявлять, лечить дефицит витамина D? Потому что, оказывается, это гормон. Гормон влияет. А гормон работает. А рецепторы к этому гормону представлены на всех клетках организма. И это очень важно для нормального функционирования нашего организма, для профилактики старения в том числе. Мы должны быть уверены в том, что мы не страдаем от нехватки этого важного фактора. Сегодня витамин D – это достаточно такая модная тема. Люди толпами идут в аптеке, покупают витамин D. Эти самые аптечные таблетки, я просто слышала, что они в большинстве случаев вымываются из организма. Их надо правильно употреблять или в них особого толка вообще нет? Здесь очень много факторов влияет на эффективность того, что мы видим в исходе применения витамина D. Аптечные формы, они как раз-таки рекомендованы как наиболее предпочтительный вариант коррекции дефицита, недостаточности и в качестве профилактики. Но это, конечно же, делает врач назначить необходимую дозу, учесть все факторы со стороны организма. Дело в том, что, к примеру, пациенты с ожирением нуждаются в трехкратном большем количестве витамина D, и врач должен это учитывать. Кроме того, врач учитывает состояние желудочно-кишечного тракта, допустим, нарушенное всасывание, и тогда действительно можно получить недостаточную эффективность приема препарата. То есть здесь масса факторов, влияющих со стороны организма пациента, обуславливают его эффективность. Поэтому вот, да, тема однозначно модная, даже где-то слишком, наверное, такая уже популярная, навязчивая. И здесь важно баланс соблюдать того, что мы должны получать нужное количество именно индивидуально. Да, желательно, конечно, с врачом это обговаривать. А еще я слышала, что якобы солярий помогает набрать тот самый витамин D и восполнить нехватку. Да, есть такое мнение, но оно ошибочное. Дело в том, что мы опять возвращаемся к особенностям длины волны. Именно ультрафиолетовые лучи B-спектра вызывают, способствуют выработке витамина D в нашей коже. А в соляриях в основном это лучи типа А. И, соответственно, те, которые любят, те люди, которые любят солярий, они получают результат именно загара кожи, но без должного, ожидаемого увеличения количества витамина D. Жалко. Я думаю, можно так выкрутиться в холодное время года. Ну, плюс ко всему мы, конечно, не забываем про риски, онкологические риски меланомы, фотостарение кожи, кстати, тоже, да, то есть любители соляриев должны это тоже учитывать. То есть масса отрицательного, при том, что выработка витамина D, она, если увеличится, то очень незначительная. А может быть, как-то возможно обойтись без аптечных витаминов D и сконцентрироваться на определенных продуктах или образе жизни, и таким образом восполнить нехватку витамина D? Вы очень верно вспомнили про образ жизни. К сожалению, наше население в питании забилует неполезными продуктами, сладкими, рафинированными, стран жирами. Ну как же без сладкого? Невозможно же жить без сладкого. Вы знаете, это настолько, вот эти продукты настолько препятствуют усвоению витамина D, наоборот, той группы продуктов, которая нам нужна, а это жирные сорта рыбы, икра, печень трески, ну, яичный желток, молочные продукты, но они намного меньше содержат витамина D, чем вот морская рыба и именно морская, жирная рыба, жирная морская рыба, причем выращенная в диких условиях, а не на фермах. Вот это тоже очень важно. И, соответственно, пытаться восполнить, вот, питаясь, очень сложно, это очень сложно. Очень много наблюдений на эту тему проводилось. Да, к примеру, нужно съесть 100 желтков яичных. Ну кто у нас в день ест только желтков? В день? Рыбы съесть, допустим, 2 килограмма лосося фермерского, но это ведь нереально. Поэтому получается, что пищевого источника, который гарантирует нам должное поступление витамина D, просто вот для нашей местности не существует. Что в таких случаях принято говорить, но ведь наши предки как-то уживались без этих витаминов, были здоровыми, наверное. Вы знаете, продукты, которыми мы сейчас питаемся, к сожалению, не очень обеднены многими питательными веществами, в том числе витамином D. Вполне возможно, в те времена, конечно, и то, что выращивали наши предки, они все-таки под воздействием солнечных лучей, вся вот эта вот сельхозпродукция, она была несколько более богатой витамином D, как гипотеза вот такая. Но то, что мы имеем сегодня, действительно, не только витамином D, недостаточностью мы страдаем. У нас действительно экология, объединение почв приводит к тому, что продукты не обеспечивают нам должного поступления. Да, по уходу. Скажите, пожалуйста, буквально в двух предложениях за 10 секунд какой-то общий совет для всех? Сразу идти к эндокринологу для того, чтобы понять, есть недостаток или нет? Ну, во-первых, всех призываю вести здоровый образ жизни, правильное питание, рациональное, физическая активность регулярная, очень важно. Сон, борьба со стрессом, ну, по крайней мере, насколько это возможно в современное время. И принимать витамин D, если вы хотите сами, не обращаясь к врачу, это совсем небольшие дозы, 800-1000 международных единиц. Если же вы задумались о больших дозировках, конечно же, это нужно обсудить с врачом. И, как правило, на препаратах как раз пишут, да ведь? Да, конечно. И врач должен подобрать, конечно, индивидуальную схему. Там могут быть дозы намного превышающие, мной сейчас обозначенные, но это, конечно, все индивидуально и после обследования. Спасибо вам большое за интересное интервью. Я напомню, что гостем нашей студии была кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории Диана Алабердина. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова